МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российский рынок упаковки в 2020 году по разным оценкам составил более триллиона рублей. 36% приходится на продукцию из дерева, картона и бумаги. Экологичность и ответственное потребление – главные тренды последних лет. И потребитель сегодня отдает предпочтение брендам с зеленым позиционированием. Об одной такой компании мы расскажем в этой программе. Компания «Сегежа Групп» – это крупнейший холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Состоит из российских предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. По производству бумажных мешков компания занимает первое место в России и второе место в Европе. Входит в портфель активов АФК «Система». Михаил, оцените состояние рынка упаковки в 2020 году и как на него повлияла пандемия. Поворотной точкой в 2020 году в части пандемии и локдаунов, которые все мы наблюдали, стало изменение ландшафта потребления. То есть целые сегменты, которые раньше не испытывали острой необходимости в упаковке, продукты в этих сегментах начали фасоваться. И, конечно, феноменальный рост показал сегмент онлайн-ритейла, который в 2020 году вырос больше, чем на 30%. Сегмент сухих строительных смесей, в котором мы активно присутствуем с бумажной упаковкой, по результатам 2020 года вырос на порядка 4%. Сегежа Групп расположила заводы по производству упаковки в семи странах Европы. В России заводы Сегежа Групп по производству упаковки находятся в Республике Карелия и в Ростовской области. Мы находимся в Ростовской области, в городе Сальск. Здесь располагается одна из производственных площадок компании Сегежа Групп. Этот завод входит в сотню губернаторских проектов региона и включен в список системообразующих предприятий российской экономики. В предприятие вложено 2 миллиарда рублей. Оно выпускает продукцию для строительной отрасли, химической и пищевой промышленности. Ежегодно в бюджет региона отсюда поступает порядка 30 миллионов рублей. Сегодня здесь работают две линии по производству индустриальной упаковки и одна линия по производству потребительской упаковки. Вот так выглядит индустриальная линия. Ее длина с 90 метров и в минуту на ней производят более 200 мешков. Процессы настолько автоматизированы, что для обслуживания всего этого оборудования требуется всего 5 человек в смену. Также на предприятии установлена высокоавтоматизированная восьмицветная печатная машина. Мы находимся возле печатной машины «Оникс», смонтированной в 2016 году. Данная машина имеет 8 цветов печати, скорость печати до 400 метров в минуту, что равно в среднем 14-16 миллионов оттисков в месяц. А что вот на этом экране показывается? Один экран – это операционная система, интерфейс управления печатной машиной, приводки секции, скорости, показывает производство, сколько в оттисках, метрах, хоть до того, где машину надо смазывать. Верхний экран показывает весь оттиск целиком. Это линейная цепровая камера. В режиме стоп-кадра постоянно показывают текущий оттиск. То есть здесь оператор проверяет, насколько качественно начислено изображение? В феврале прошлого года предприятие вышло на проектную мощность 83 миллиона штук мешков в год. В этом году планируется увеличить этот показатель. В Подмосковье, в Логне, через пару месяцев будет запущено новое конвертинговое производство. Оно будет ориентироваться на такие сегменты, как интернет-торговля, фэшн и фуд-ритейл, золотовары. Мощность завода составит более 140 миллионов единиц в год. Почему решили запустить предприятие в Логне? И какой экономический эффект ожидается от запуска нового производства? Выбор данной площадки обоснован близостью к основному рынку сбыта. Спрос на бумажную продукцию, а именно пакеты, сформирован и сфокусирован в основном в Центральной России, а именно в Москве и Московской области. После открытия данного предприятия мы увеличим свою долю на рынке бумажных пакетов и станем заметным игроком в этом сегменте. На площадке разместят четыре пакетоделательные линии. Высокотехнологичное оборудование позволит гибко менять форматы упаковки, в том числе переключаться между плоской и крученой ручкой. В ближайшие планы Сегежа Групп, кроме расширения производств, входит запуск инновационного центра. Центр займется исследованием и подбором сырья, разработкой прототипов и подготовкой новых продуктов к серийному выпуску. Продолжение следует...